Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня мы начинаем с вами тестировать новинки 16 каталога Фоберлик, которых очень много. Итак, поехали! Давайте начнем с бальзама. Коль здесь мы с вами сегодня собрались, параллельно вам буду рассказывать про другие новинки. Вы знаете, мне бальзамы, блеск и бальзамы не понравились. У меня уже блеск Ксюшка подарила подруге, потому что они розовые. Я не люблю розовые помады, но вот кукольно-розовые я имею в виду. Мне не нравится, поэтому блеск, который был в обзоре заказа Бриллиант, он сразу уехал. Мне совершенно не нравится такой оттенок, это вот детям поиграться, на мой взгляд. Сейчас я вам покажу в действии вот этот вот бальзамчик, красивый, красивучий, в артикуле 411-94. Это бальзам для губ Бриллиант Шарм. Он действительно классный, суперский. Девчонки со мной согласились, его прям хочется откусить. Такие бальзамчики, они здоровские прям. Но, опять, он подстраивается у нас с вами, как заявлено, под пигментацию губ. И я думаю, что он на всех будет губах розовый, достаточно ярко-розовый, но немножко может быть там... Чуть-чуть по-другому смотреться. Нет, опять же, я такой не ношу, смотрите. Сами мне не нравится, мне не идет. Я такой не люблю. Как? А бальзам, он очень классный, питательный. Все отлично. Зеркальце возьму сейчас. Но вот эти вот блески, которые внутри, они губки немножко так вот, знаете, царапают, что ли. Они ощутимые. Они остаются некоторые на губах. И губки потом классные, ухоженные, все. Даже, видите, есть такой эффект увеличения. Но мне вот этот оттенок вообще не нравится. Ну вот от слова совсем. Я такие не ношу. Я такие терпеть не могу, если честно. Если вам такое нравится, пожалуйста, смотрите, он как проявляется, становится достаточно ярким. Прям вот ярким. Можно даже сделать эффект зацелованных губ, потому что пигмент есть не только в губах, но и на коже. И если мы слегка с вами выезжаем за края, то там тоже проявляется пигментация. То есть можно увеличить губки. Вот проявлялся бы он хотя бы, не знаю, в какой-то коралловый подтон, что ли. Я бы с удовольствием его носила. Видите, вот некоторые кусочки блесток остаются на губах. И вот можно таким образом добиться даже увеличения губок. Можно. Я отдала играться детям, я его носить не буду. Только вот из-за этого оттенка. Мне не нравится. Нет, мне совершенно не нравится. А это я его стираю. Видите, какая пигментация насыщенная? Прям вот. Очень насыщенная. Так, поехали дальше. Что у нас с вами на повестке дня? На повестке дня у нас с вами тени. Я сейчас покажу на глазках и детская палеточка. Очень-очень классная. Я ее уже, скажу вам честно, попробовала. Поэтому, если вам близки такие оттенки, вполне можете взять и себе, любимым взрослым. Очень крутая. Вот этот оттенок прям повседневочка носибельный, светленький. Он с блестками, с шиммером в уголок глаза. Смотрите, как круто. Как хайлайтер. Ну, просто великолепная палетка. Она мне нравится, честно говоря, больше, чем взрослая. Да, почему я не стала брать взрослую палетку, вот эту новинку, девчонки. Потому что я пользуюсь сейчас исключительно жидкими тенями, которые застывают в корку. И ничего с ними не случается. Исключительно. Ну, не в корку, в смысле. Ну, мега стойкие. Я пользуюсь только ими. Поэтому не стала брать. И оттенки там мне совершенно не нравятся. Я такими не пользуюсь. Вот этот оттенок тоже очень крутой. Кстати, по маникюру сделала маникюр лаком Фаберлик. У меня был магнит. Я забыла вам его показать. Среди всего обилия вот этих новинок он был. Я его вам показывала в начале первого обзора. Он есть. Я его просто не распечатала, вам не показала. Будет отдельный ролик по маникюру. Я делала с гель лаками. То есть у меня база, которая сушится в лампе. У меня топ, которая сушится в лампе. А лаки у меня Фаберлик кошачий класс. Поэтому ролик будет отдельный. Магнит и там все я вам подробно покажу. Вот этот оттенок тоже очень красивый. Но вот лично мне он не подходит. Он мне века грязнит. Потому что это не розовое золото, а коричнево-серое. Серое-серое золото. Вот единственное. Но вот этот розовый классный. Это трендик. Сейчас такие оттеночки. И вот эти вот пайетки. Посмотрите. Это вообще что-то. Тут огромные есть прям куски. Сейчас попробую вам показать. Вот это один кусок. Вот такой огромный. А есть мелкие. Но вот это вот очень-очень красиво. Давайте попробую вам покажу. Где-нибудь. Где на руке лучше. Потому что сейчас мы с вами будем пробовать другие тени. Смотрите, как переливается. Практически как спарклы. Очень круто. Вот прям очень круто. Можно сделать макияж. Но единственное, конечно, с базой. Такие тени мы всегда используем. Прям праздничные, нарядные. Поэтому вот эта детская палетка прям топчик, девчонки. Так, дальше у нас с вами тени. Где вы, мои дорогие? Которые мне вроде как вначале понравились. Но нет. На веках мне не понравилось их носить, девчонки. Из коллекции бриллиант. Вот такие блестюшки. Оттенок 58-98. Бриллиант шарм у нас с вами называется. Я сейчас вам покажу их. Не понравилось сейчас абсолютно носить на веках. Потому что они скатываются. Обязательно нужно закреплять. Закреплять очень сильно. Прям вот не знаю даже чем. Потому что я попробовала по-всякому. Вот на самом деле пробовала по-всякому. Если прям чуть-чуть. Вот я вам сейчас покажу идеальный, на мой взгляд, способ. Кисточку прям вытираем. И прям вот еле касаясь. Добавляем акцент, допустим, в серединку глаза. Вот чуть-чуть. Тогда нормально. Видно вам? Мне видно. То есть есть сияшечки, есть блестяшечки. Но если мы с вами наносим прям вот так. Хотим мы тоже, чтобы у нас как спаркло все. Мерцало. Приходится, кстати, залезать. Очень часто добавлять. Если мы с вами хотим вот так. Прям вот так. То даже если я вот так вот с закрытыми глазами просушиваю. На базу кладу, без базы. Все равно через буквально 10-15 минут это выглядит неопрятно. Поэтому мне не понравилось. Имеет место быть, конечно. Имеет место быть. Вот блестки на губах до сих пор остались. В принципе, это красиво. Но они носятся очень плохо. Мне не понравилось, как они носятся. Я бы вот такие тени сделала с частичками поменьше. Поменьше. Тогда бы это смотрелось, не знаю, более равномерно, более аккуратно. Вот, смотрите. Вот как бы как это выглядит на свотче. Если растянуть, если сделать прям, не знаю, вот так. Вот растянуть. Он передает камера, где у меня блестит рука в другом месте. Вот растянуть, как вот здесь. Не вот так плотно. То так гораздо лучше. И носится лучше. И все, в принципе, лучше. А вот так мне не очень понравилось. Неопрятно смотрится. Века зажеванно. Так, рассказала. Едем дальше. Все, ситуацию исправила. Действительно, да, пока их стирала, они моментально западают в складку века. Века выглядит еще более нависшим. В общем, с ними прям надо аккуратно делать очень макияж. Так, дальше. Приятно удивил девчонки. Вот я прям буду отмечать, что удивил. Потому что про каждый гель для душа и шампунь, конечно, я не буду рассказывать из этой вот лимитки детской и взрослой. Очень приятно удивил вот этот шампунь. Это шампунь гель для душа 2 в 1 с блесками. Ну, конечно, он понравился детям, потому что он такой блестючий. Артикул его от 195. Здесь 200 миллилитров, 3 плюс. Волосы после него были шикарные. Я попробовала и на себе, и на Ксюшке. Блески не остаются на волосах. В этом плане все отлично, все нормально. Но волосы блестят сами по себе. Просто круто. У меня, вот я прям по Ксюшке сужу. Потому что мне, в принципе, чем не помой. Я волосы свои в порядок могу привести. Ну, если там утяжеляет, то утяжеляет. Но здесь нет. Они были объемными. У нее опять вот ее природные локоны. Они так красиво легли. Достойно так смотрелась прическа. После естественного высыхания. Без расчесывания еще, без ничего. Поэтому вот этот прям шампунь для деток, девчонки, очень для себя попробовать рекомендую. Лимитки исчезнут быстро. Поэтому смотрите. Дальше сразу по лаку для волос с блесками. Я вот здесь вот где-то вставлю картиночку. Потому что на видео вообще не видно, не передает. Блески действительно есть. Он жутко склеивает волосы. Артикул 27000. То есть его фишка, в принципе, вся в блесках. Но и то, опять же, если вы не выходите под цвет софитов. То есть вот я пыталась сфоткать со вспышкой, со светом лампы, с включенным светом. И так более-менее хоть чуть-чуть было видно на фото. А если вы не под цветом софитов, у вас их будет не видно. Их много, они есть. Но вот чтобы их разглядеть, нужно присмотреть. Склеивает волосы вообще намертво. Я потом ребенку, у меня ребенок там на праздник как раз собирался. Я ей делала прическу с этим лаком. Я потом не могла расчесать волосы. Серьезно. Очень склеивает сильно. Про лак рассказала. Так, дальше. По линейке вот этой вот ароматерапии, новой сиреневой, что хочу сказать. Буду говорить про кондиционер. В основном 387. Артикул. Средство для мытья посуды потрясающе великолепное. Суперское. Как и всегда. Никаких нареканий. Освежитель тоже хорошенький. Не могу сказать, что это будет моим любимым ароматом. Но это что-то новое, что-то интересное для разнообразия. Яркий аромат из бутылки. Очень яркий. Он самый яркий в кондиционере. Именно из этой серии. Яркий на мокром белье, когда развешиваешь по комнате, прям вот по комнате. На балконе или ванной. Сейчас уже на балконе такой холод не сушится. Ванной на батарее и по комнате, правда. Аромат обалденный в квартире. Вкусный. Но мне кажется, не всем понравится. Это какое-то... Знаете, я бы не сказала, что это аромат праздника, как вот эту серию позиционируют. Это аромат на любителя будет однозначно. Поэтому я прям рекомендую на пункте выдачи вам с ним ознакомиться. Хотя бы приблизительно наверняка что-то стоит на пунктах. На мокром белье очень сильно тоже выражен. А на сухом практически нет. Вот снимаю сухое белье. Все. Мне вот если носом прям уткнуться, я какой-то отголосок почувствую. На сухом нет. Поэтому мне не очень нравится. Есть кондиционеры Фаберли, которые достаточно ярко выражены на сухом белье. А я такое люблю, если честно. Аромат цветов, волшебные моменты. Ну, волшебные, может быть. Но вот там, что там, это какая-то праздничная новогодняя атмосфера? Нет, абсолютно нет. Достаточно приторный. Вот он такой аромат сиреневый. Действительно сиреневый, знаете. Иногда ароматы прям по цвету можно классифицировать. Сиренево-приторный аромат. Поэтому смотрите, если есть возможность понюхать, понюхайте. Может и не понравится. Но по серии зима, как бы серия зима, она всегда великолепная. Тоже ничего вам не буду рассказывать. Вы с вами все прекрасно знаете. Хорошая, прекрасная базовая серия. Сейчас я буду тестировать крем для ног согревающий, потому что в ролике у меня он руку не грел. Когда мы с вами вторую часть смотрели, он у меня там не грел. Я сейчас нанесу его, собственно говоря, по назначению на стопы. Похожу, погуляю. Как раз на улицу сейчас собираюсь. И потом вам расскажу. И будем тестировать масочку. У меня уже Ксюшка протестировала. Ткань у нас с вами еще осталась. Из интересного. Нанесла, сразу вам скажу, артикул. Артикул его 120-25. И сначала идет такой приятный холодок. Вот сейчас чувствую, пошло уже тепло. Она действительно пахнет звездочкой. И немножко вот нашими мазями лечебными. Немножечко прям почему-то мне сейчас с сабельником повоняло. Потому что сабельник воняет жутко. Но помогает хорошо. В общем, напоминает звездочку. Запах. И он такой, знаете, ядреный. То есть, если вы к кому-то придете в гости, разуетесь перед этим, намажетесь вот этим кремом, народ почувствует. Народ почувствует, что где-то есть подвох. И по поводу парфюмерии, кстати. То ли пробник нового Сенсуэля, Мадемуазели мне не положили, то ли я его где-то потеряла. В общем, это огромный во всей распаковке. Но могу сказать так. Я уже писала пост. В Телеграмм давно уже. На пункте выдачи я понюхала полноразмерку. У Мадемуазели есть действительно какое-то сходство с Фиерик. Фиерик сейчас Сенсуэля. И Мансуэля у нас с вами сняли с производства. И Мансуэля, который был оранжевый, который многим нравился. Есть действительно какое-то сходство. Он приятный. Поэтому я буду брать обязательно полноразмерку. А по поводу трех ароматов разноцветных, новых, дешевых наших с вами, я вам даже показать ничего не могу, потому что мы все уже раздали. Ни один из этих ароматов душу не запал никому. Единственное, могу сказать, что желтый, вот мне действительно больше всего понравился. Он прям фруктовенький такой, приятный. Голубой вообще не моя песня. Красный – это, знаете, какой-то дальний отголосок Дезерабля. Или даже Ренаты красный. Вот дальний отголосочек. Они все слетают буквально через 10 минут. То есть, если принюхаться к одежде, ты его немножко, конечно, почувствуешь. А так, по факту. Вот я обольюсь, и все. И я не чувствую его через 10 минут совершенно. То есть, это опять такое баловство. Вот девчонкам, подросткам, деткам можно взять, да. А так, смотрите, тоже на пункте выдачи, если есть возможность эти ароматы потестить, то, конечно, потестите, потому что на вкус и цвет фломастеры разные. Вот синий у меня даже потом вот какое-то отторжение голубое начал вызывать, потому что есть в нем какая-то нотка. Она вроде интересная в каком-то моменте, а потом такая хоп и неприятная. Не знаю, вот у меня такая на него реакция. Пара-профюма сказала. Все, теперь масочки у нас с вами. Ну что, сейчас расскажу про согревающий крем для ног и будем с вами тестить масочки. Я, наверное, сделаю вот такую вот пандочку. У меня, кстати, Ксюшка уже делала кошку. Да, две панды осталось. И одна кошка. Кошка, артикул 12019. Прям прикольно, прям прикольно. Я в телеграм-фоточки выкладывала. И мы с вами делаем пандочку. Артикул 12018. Маски по инструкции написано не смывать. Ксюшка у меня не смывала. Все отлично, все нормально. Так, это у нас тонизирующая с вами масочка вот эта. А кошечка была увлажняющая. Айсю, серия. Так, рассказываю по крему согревающему для ног. Девчонки, он не в том плане согревает и не согревает. Я бы даже сказала, сейчас все расскажу. То есть, там нет каких-то компонентов, которые вот там жгут по типу перчика, там что-то разогревают по типу наших грелок, допустим, для ног, которые при соприкосновении с воздухом начинается там какая-то реакция, и они становятся таким прям ощутимо тёплыми, горячими. Здесь нет, такого эффекта вообще нет. Ничего не печёт, ничего не жжёт, ничто не разогревает. Но в процессе ходьбы на улице я специально пошла гулять, довольно холодно было, в тонкой обуви такой, в лёгкой. В процессе ходьбы, то есть, ты чувствуешь такое вот комфортное тепло. Не какое-то вот извне, постороннее, а как будто вот оно само по себе. Ножком немножко теплее, нежели было бы без этого крема. И вообще, скорее всего, это что-то такое тонизирующее. Это очень будет хорошо тем, у кого где-то сосудистая дистония, у кого часто мёрзнут ножки, у кого проблемы с венами нижних конечностей, да, плохая циркуляция идёт. Вот этот крем я бы прямо на каждодневной основе посоветовала. То есть, от него не горячо, от него не жарко. Если вы нанесёте его на ступни и ляжете дома лежать на диване, вы ничего абсолютно не почувствуете, кроме запаха. Он, кстати, после прогулки выветрился, я его не чувствую. Кроме запаха ничего. Если вы пойдёте гулять там в обуви, носки, обувь, то ножкам будет комфортно, тепло. Я надеюсь, я понятно объяснила. Если не поняли, спрашивайте. В общем, ничего не греет, ничего не печёт. Но, тем не менее, за счёт вот этого состава, там очень, кстати, прикольно, я почитала, изучила. Там и масла всякие разные есть, и экстракты. За счёт всего вот этого вкупе, скорее всего, немножко просто разгоняется циркуляция. Типа венотоник для стоп. Вот так. Но вот какого-то прям согревающего момента нет, отнюдь нет. Так, сейчас мы с вами ещё будем тестировать мейцы и лярочку. Я её, кстати, уже активно пользуюсь. И была приятно удивлена, девчонки. Почему? Потому что в прошлых версиях мне не очень подходило кислородное дыхание. Вообще, все мицеллярки, линейки Аксиоджи, в том числе и двухкомпонентная. Здесь нет, не щиплет. Вы знаете, для всех типов кожи у меня вот это артикул 3670. Видите, я уже так прилично попользовала. Сейчас, в принципе, покажу вам в действии. У меня достаточно такой стойкий макияж сегодня. Беру 4 ватных диска. Обильно смачиваю прям. Если сильно обильно, немножко отжимаю. И начинаю протирать. Я начинаю с лица вот так. Хорошо смывает и не щиплет. Вот что мне прям понравилось. Еще запах прикольный. Им очень нравится. Так, теперь глазки. Вот смотрите сами. Так. Вот так. Беру еще 2 ватных диска. И еще раз везде. Прохожусь. Так. О, доснимаем дальше. Хорошо снимает. Макияж мне понравилось. И, ну, чувствую, что в глаза все-таки немножко попадает. Ничего не щипет. Все комфортно. Все деликатно. Мягенькая такая, достаточно мицеллярная водичка. Вот. Понравилась. Ничего плохого не могу сказать. Прям вот будет, наверное, у меня теперь любимицей. Потому что все-таки вербена там совсем маленький объем. Достаточно часто в больших количествах ее приходится заказывать. А здесь бутыль так бутыль. Тут у нас с вами 300 целых миллилитров. А цена вопроса. Ну, вообще линейка, что у меня с повязкой сегодня? Цена вопроса. Серия Ксиулуджи вообще смешная. Так. Сейчас смываем мицеллярную воду и делаем масочку. Готово. Открываем. Я искренне надеюсь. На Ксюшке прям лекал такое огромное было, что мне тоже все это дело подойдет. Сыворотки много, очень много. Прям много-много. Так. Тут даже написано ICO на самой маске. Чем не знаю. Но написано. Открываем. Сейчас будет смешно. Смешно и мило. Тоже есть залом, кстати. Лекала очень плотная. Тоже есть залом. Как во всех тканевых масках Фаберли, которые мне, собственно говоря, не подходят. Уши вот эти, они будут на волосы у нас с вами. По-любому. Расправляем дальше. Лекала большое. На мое прекрасное широкое лицо. Прям вообще. Так. Вот тут вот залом. Он вот так идет, как маска была сложена. Надеюсь, он у нас не отразится на коже. Так. Расправляем с этой стороны. Я не знаю, зачем такие высокие уши сделали. Они по-любому будут на волосы заходить. Вот по-любому. Расправляем. 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 Сыворотки много. Лекала хорошая. Пока вот так вот хорошо ложится. Смотрите, какое большое. Ой, какая симпатичная. Так вот тут тоже на носу прям залом убираем. Так. Это у нас с вами тонизирование. Тонизирующая. Посмотрим сейчас. И подбородочек тоже такой, видите, большой. Прям. Прелесть. Просто прелесть. Смотрите, какие классненькие. Милые, мимимишные. Прям вообще. На Ксюшке она так не смотрелась, потому что все-таки лекала на взрослого человека. А на мне прям по достоинству можно оценить. Подглазки сильно вот как бы не подходят. Но тут еще хочется повыше натянуть. Да, вот здесь. Вот тут хочется разрезать, потому что в навес. Сейчас ножнички возьму. Разрежу. Так лекала прям хорошенькая. Пока нравится. Посмотрим по эффекту. На подарочек такие масочки, мне кажется, вообще классно. Уськи. Вот тут широкое такое прям хорошее на губу заходит. Здорово. Срезала. Но просто при лестнице. Единственное, мой большой нос не хватает. Мне кажется, эта пипка должна быть вот тут как-то пониже. Вот. А так прикольно. В общем, хожу 15 минут, потом вам все расскажу. Смотрим. Минут 25 прошло. Она уже местами даже прям совсем сухая, как бумага. Но плотная бумага. Что по факту. Ой, хорошенькая масочка какая. Заломы, кстати, нигде не остались. Это лучшие тканевые маски Хаберлик. Серьезно вам говорю. Очень хорошо увлажненная лючика. Прям даже местами, не местами, везде напитанная. Прям напитанная, напитанная. Свеженькая, протонизированная, упругая. Смотрите, какая красота. Мне очень понравилась. Могу смело вам сказать, что и по лекалу, и по составу, по сыворотке. Это лучшие тканевые маски Хаберлик. Все. Я для себя выбрала. Классно. Мне очень понравилось. Вообще такой ровный тон. Разглаженное такое личико. Прям мелкие мимические. Такая легкая липкость в начале есть. Видите? Но я чувствую, что она уже проходит. Прям напитанное лицо. Напитанная, свеженькая, хорошенькая. Мне нравится. Мне очень нравится. Девчонки, смело могу рекомендовать. Так, ну и на этом обзор буду заканчивать. Если какие-то вопросы остались или про что-то не рассказала, вам очень интересно, обязательно пишите в комментариях вопросы. На все постараюсь ответить. Я вижу, я читаю и отвечаю. Вижу ваши запросы. Все будет исполнено. Ссылочка на регистрацию вот тут вот где-то сбоку будет. И всегда под видео в инфобоксе нужно кнопочку еще нажать. Вот рядом с названием ролика. И раскрывается инфобокс, где все мои контакты. Если что, пишите в личку, если какие-то такие вопросы глобального характера. Всех любит слово. Всем пока-пока.